На 71-м заседании Совета депутатов Щелковского района рассмотрели несколько актуальных тем, касающихся социально-экономического развития муниципалитета. В том числе народные избранники обсудили вопрос об объединении сельского поселения Анискинская и городского поселения Свердловский с городским округом Лосино-Петровский. Большинством голосов на заседании депутаты поддержали инициативу включения двух поселений Щелковского района в состав городского округа. Многие присутствовавшие отметили, что решение стало непростым. Ему предшествовало активное обсуждение всех плюсов и минусов. На вопросы депутатского корпуса в том числе отвечал заместитель председателя правительства региона Александр Костомаров. Он подчеркнул, что решение, принятое районным советом, абсолютно легитимно. Советом депутатов принято решение о законодательной инициативе, которая будет направлена в Московскую областную думу. И Московская областная дума рассмотрит, примет решение, но в любом случае преобразование законодательно-юридически состоится не раньше 1 января 2019 года. Для нас самая главная эффективность. Если бы мы не были уверены в том, что это будет эффективно, то, наверное, и мы бы выступали против. Но весь опыт преобразований, который проходит в Московской области, а такие преобразования идут с 2014 года, доказывает эффективность изменения, в том числе и территориальные. Законодательная инициатива «Объединить два поселения и округ» поступила в Совет депутатов Щелковского района еще в прошлом году. Изначально инициатором выступил глава Анискинского Олег Вершинин. В обоих поселениях были проведены публичные слушания, после которых Советы депутатов Свердловского и Анискинского поддержали инициативу и направили ее в районный парламент. По словам заместителя председателя Совета Сергея Игнатенко решение было принято по результатам большой скрупулезной работы, занявшей как минимум семь месяцев. В том числе еще одни публичные слушания прошли в Щелковском районе. Как поступили к нам в Совет депутатов? Это инициатива, поддержанная Советом депутатов об их поселении. Мы включились в работу, потому что мы тоже должны были принять решение. Назначили публичное слушание и самое главное, что мнение населения разделилось. Вот здесь, конечно, началась такая скрупулезная, рутинная работа. Что нас интересовало, конечно, это что будет в плане социально-экономического развития, как в Щелковском муниципального района без этих поселений, так и самих поселений. Мы запросили все соответствующие документы, что касается правового поля. Мы очень активно работали с инициативными группами. На заседании был представлен доклад об изменениях в экономике Щелковского района, который повлечет за собой выход из состава двух поселений. На территории Анискинского остается всего одно из девяти районных градообразующих предприятий. Население уменьшится на более чем 17,5 тысяч человек. Зампредправительство также уделил внимание вопросу о льготах. Их отмены часто опасаются жители муниципалитетов, в которых происходят преобразования. Никакие льготы сельские, если у жителей есть, при преобразовании, при отделении или при присоединении к Лосино-Петровскому не отнимаются. Перечень сельских поселений определяется совершенно другим нормативным актом, который и определяет последующие льготы. Люди часто боятся просто изменений. Для них любое изменение – это опасность того, что будет что-то хуже. Но, опять же, наш опыт показывает, что хуже не становится. Хочу очень поблагодарить всех жителей, именно инициативных групп, за активную жизненную позицию. И, наверное, включительно, также активно для того, чтобы то, что пообещали жителям, а именно благо, что будет лучше, включится в этот процесс, процесс контроля. Решение Совета – это лишь промежуточный этап преобразования. В дальнейшем утвердить законодательную инициативу предстоит Московской областной думе. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».